Приветствую вас! Знаете, из вашего текста вытекает то, что вы много всего делали для молодого человека, а молодой человек этого не оценил, не понял, и теперь вам из-за этого плов. Причем вы говорите, что знали, какой его характер и что розовых мечтаний у вас не было. Как оказывается, все-таки были. Были, потому что вы говорили, что не ожидал, что не оценишь моих действий. Чувствую себя жертвой. Я столько делал, а он не делал ничего. Это проблема с личными границами. У вас проблемы с личными границами. Марина, в чем и как это проявляется? Ну, начнем с того, что на протяжении ваших отношений, если по всему, вы делали для молодого человека что-то, что вам было делать трудно, что вам было делать тяжело, что-то, что вы надеялись оценить. И не получив оценки, вы испытываете боль. Другой вопрос, откуда появляется потребность в том, чтобы вас оценили. И вы и отвечаете на свой вопрос, когда пишете, чем я заслужила такое отношение. То есть, если негативные отношения можно заслужить, то и хорошие отношения можно заслужить тоже. Но вот вы, вероятно, и пытаетесь заслужить хорошее отношение. Только его не заслуживают. Оно либо есть, либо его нет. А вот заслужить что-либо в контексте своими отношениями с людьми нельзя. Потому что отношения проистекают из того, что сам человек чувствует по отношению к вам. Конечно, из того, что вы делаете. Но здесь примерно 60 на 40. Ну, по-рядному бывает. Итак, мы в отношениях 4 года. Недавно мой любимый вернулся из армии. Я его честно ждала. Ездила в увольнительную к нему. Писала. Звонила. Смотрите. Вы пишете, что у вас очень тяжелая работа. И вы работаете 50 часов в неделю. Это действительно очень тяжело. Но важно другое. Что вы почему-то на эту работу устроились. И по факту работаете вы на износ. И это тоже показывает отношение к себе. Здесь, именно здесь, достаточно сильно проявляется заниженная самооценка. Такая внешняя история того, что вы нуждаетесь в том, чтобы вас оценили и похвалили. По факту. Дальше. Мне 25. Мне 23. Во время я повзрослел, как мне показалось, были взрослые рассуждения о дальнейшей жизни. Смотрите. Здесь у меня есть ощущение, что вы не принимаете своего молодого человека таким, как он есть. А с одной стороны, надеетесь, что он станет взрослее. То есть уже есть попытка сделать из человека кого-то другого. И с другой стороны, вы как будто бы хотите семью. Как будто бы вы хотите создать союз. И как будто бы создание союза и вот чего-то такого для вас важнее, чем сам человек. А человек здесь служит, по крайней мере, таким средством своего рода. На это косвенно указывает то, что вы говорите о взрослении молодого человека. Говорите о том, что у него взрослые, как мне показалось, рассуждения. А раньше до этого он был не взрослый. А вы почему-то с ним встречались. Ну, интересно оно. В армии не ругались вообще. Всегда друг друга поддерживали. Опять же, хочется спросить. Поддерживали в чем? Ну, хорошо, ему, допустим, действительно в армии было нелегко. Окей. Могу это понять. Вам тоже было нелегко, когда молодой человек ушел. Но... Поддержка означает тяжесть того, что с вами происходит. Это означает, что вам тяжело. А что вам тяжело было. Так. Недели две приходил в себя. Часто ограждался на меня на простом месте и грубит. Ну, вы знаете, это больше похоже на то, что человек... Понял, что вы никуда не денетесь. Вот такая история. Бывает достаточно часто, что... Если мужчина уходит в армию, девочка его заседает, заседается. Он ведет себя с ней так, как будто бы... Она все, она его, она никуда не денется. Она все пережила, за всем справилась. И... Все. Вот. Можно не переживать по поводу того, что она все стерпит. Она... Вот. То есть такая история. И, конечно же, это зависит во многом от вас. То есть... То, как вы себя вели, а вели вы себя как мама. Это вообще довольно чувствуется сильно, что вы видите себя как мать по отношению к молодому человеку. Вот. А... А... Заботиться с вами как мать. А не как девушка, не как женщина. И он не чувствует... Он не чувствует вас как слабую. Он не чувствует вас как чувственную. Потому что... И работаете вы на износе, делаете все, что нужно и так далее. Вот. Возможно, именно поэтому... Возможно, именно поэтому его мама реагирует на вас именно так. То есть она в какой-то степени видит в вас соперницу. Вот. А... Тут вот... Такая история. Ну, и главное, еще и то, что вы... Позволяете... Молодому человеку так... Собой вести себя. И... А... Пытаетесь это объяснить. Пытаетесь это... А правда, ну... Ничего хорошего из этого не было... Не бывало. Дальше. А... Единственное, что хорошо, практически сразу побежал устраиваться на работу. Почему это хорошо? Вот. Чем хорошо молодой человек побежал устраиваться на работу? Вот. Такое ощущение, да, что вы себе выстроили определенную картинку. И... Когда... Когда молодой человек... Какой-то... Счастью... Ее... Как бы... Подтверждает. Вы это считаете хорошо... Хорошим. А негативным считаете то, что... Не вписывается в вашу картинку. Вот. Дальше. Сейчас он ждет приема на работу. Он ничем толком не занимается. Уже месяц. Играет в компьютерные игры. По 12-14 часов в день. Ну, опять же. А чем он должен по-вашему заниматься? И почему ему не играть в компьютерные игры? Ну, если ему это интересно. Ну... В армии, вероятно, выработался... Такой... Момент, что... Он... Имеет браво. То есть... Момент... Компенсации. Вместе мы не живем. Мы не живем. Я приезжаю только по выходным. С его родителями отношение хорошее. Вместе не живем. Но я приезжаю по выходным. А почему только вы приезжаете по выходным? Эээ... Но его мама иногда наглеет и просит отвезти на рынок или еще куда-то. Несколько он просто в семье все водители. Ну... Вот видите, мы... Вы говорите, мама наглеет. Ааа... Кто позволяет ей наглеить? Вы? Вы... Вы не даете отпор ей. Мой любимый даже заступиться за меня... Не... Не может. А должен? Ну, то есть, если... Он не заступается, а вы считаете, что он... Должен это делать. Ну, совершенно очевидно, что... Мужчины вам не подходят. Эээ... Так, у меня тяжелая работа. Около 50 часов в неделю рабочих. Я очень устаю. Он редко меня печет. Наглеет с друзьями, с ними нахожу время пообщаться. Ну, видите, здесь, с одной стороны, вы работаете на износ. Не цените. Не заботитесь о себе. А с другой стороны, ждете этого... Этого от молодого человека. А надо человек этого не делать, потому что он не чувствует, что вы в этом нуждаетесь. Вы себя не ведете так. Я чувствую себя обустошенный. У меня не было розовых ночи. По его приходу. Я знала его характер. Но я ожидала, что он не оценит. То есть, я знала его. Я сейчас за ним и в честь ездил на машине. А вот что это значит, что он не оценил? Как вы это восприняли? Из-за чего вам больно? Вы чувствуете себя использованной? Или, может быть, как-то еще? Дальше. Так, сейчас отдаю за лечение около 40 тысяч. От него нет сострадания и жалости. То есть, вы хотите, что вас жалели. Давайте разберем, что такое жалость. Вот просто, что есть жалость. Из чего проистекает ваша потребность? Жалость. А что касается сострадания, то я полагаю, что, во-первых, на сострадание способны люди некоторые, а некоторые нет. Во-вторых, опять же, из чего проистекает ваша потребность? Вы болеете. Безусловно, вам тяжело. Я понимаю. Но как получилось, что вы заболели? Каково ваше отношение к заболеванию? Непонятно. Если вы чувствуете, если вы считаете, что болеть вы не должны и заболевание у вас быть не должно, при условии, что вы работаете на износ, то здесь идет лично ваше отрицание реальности и, в том числе, отрицание себя. И сострадание и жалость вам не помогут. Сделают только зависимой. Еще более зависимой от этого. Дальше. Вся его любовь заключается в словах. А вы нуждаетесь в любви его? Или как? Ощущение, что эти отношения нужны только мне. Это правда. Хотя он говорит, что это не так. За месяц, как дома позвонил мне всего три раза. Есть ощущение, что вы считаете. А в армии он просто в вас нуждался. Он в вас нуждался, а вы чувствовали себя нужной. Вот мне кажется, что вы хотите быть нужны. Сейчас мы не разговариваем. Ну как мы? Я решил не писать ему совсем посмотреть, что будет. Но это, в свою роду, манипуляция. Ничего хорошего из этого не получится. Надоело по тысяче раз на дню писать одно и то же и спрашивать в ответ либо тишина, либо сообщение прожитывается и отвечает спустя часов шесть и отец сидит дома. Ну, это опять же, с одной стороны, вас же никто не заставляет писать одно и то же. С другой стороны, такое ощущение, что кроме работы и молодого человека у вас нет больше никаких интересов. Вот. Либо работа отнимается все время. Вау. Вот выходные проходят, от него нет сообщения. Почему все так? Потому что вы себя так поставили. Я жертвовался на время бездоровья, носилась к нему в честь, бросала все. А это даже не оценили никак. Или это период адаптации. Нет. Это период того, как вы обесцениваете себя в глазах другого человека. Это период того, как вы не цените то, что делаете. Это период того, как вы себя пересиливаете, превозмогаете, делаете что-то себе во вред и ждете, что другие люди вам компенсируют. То есть по факту вы не несете ответственность за себя, вы не заботитесь о себе. Радите, чтобы это делали другие люди. Другие люди делать этого не будут. Не пойму никак, чем и с чем заслужило такое отношение к себе. Вот таким своим поведением. Отношением к себе. Что мне делать? Чтобы что? Чтобы у них не ясность, я чувствую, что он на меня меня подзабил. Ну, он на вас подзабил точно так же, как вы подзабили на себя. Лишний раз не позвонит, ничего не спросит. Я вот напишу, и он не пишет. Вроде взрослые люди. Нет, не взрослые люди. Он достаточно незрелый, как личность. И вы, к сожалению, тоже достаточно незрелые. То есть вы работаете, обеспечиваете себя, то есть у вас есть машина и прочее, не делают вас, к сожалению, взрослым человеком. Вы не взрослые, потому что вы не заботитесь о себе, вы нарушаете личные границы и вы жертвуете. Зрелые люди не жертвуют собой. Взрослые люди, если они что-то делают, они не ждут, что их оценят. Дальше. У меня настроение даже нет, начинает разборка и опять начинает что-то спрашивать. Родить за отношения, будто мне это только надо. Устал уже, хочется тоже заботы и внимания. Ну, вот с потребностью заботы и внимания, с потребностью заботы и внимания, я думаю, нужно работать. Потому что это то, чего вам не хватает. Совершенно очевидно, что вам нужно менять в целом восприятие себя и образ жизни, вот, подход к ней и подход к отношениям. Ну и женскую модель поведения нужно тоже менять, потому что такая, какая она сейчас, я боюсь, что только такого рода мужчины вам и будут встречаться. Совершенно очевидно, что близости-то вы боитесь. То есть вы, ну, за счет того, что у вас заниченная самооценка, да, и проблемы с личными границами, вы боитесь близости. Все это можно и нужно корректировать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешится для вас самым лучшим образом. Субтитры сделал DimaTorzok